Всем мы встретились с Муратом Утургановым на премьере нового фильма, но разговор наш о другом. Дело в том, что у Мурата запустилось еще один сольный проект, который называется «Соло». Но как раз это не еще один, это первый, потому что все, что... А «Смайл»? Это что же было авторское? Это коллектив. Там у нас был коллектив. То есть там, да, труб было. Да, да, там у нас было человек 15-20, всегда варьировалось, кто когда может. А тут вот именно «Соло», я один, мне единственно ассистирует Марк Корчагин, маленький мальчик мой. И Карина у нас новая в коллективе девочка, которая в моей школе, они мне подают, ассистируют какие-то атрибуты. Но все шоу построено на моих репризах, на моих... На моих человеках? Да, полностью. Такой монос-спектакль. Ну да, я хотел бы назвать монос-спектакль, но один режиссер, Айгуль, она сейчас помогает театру «Жи Сахмана», говорит, раз спектакль, он должен быть какой-то сюжет. А я не люблю делать сюжеты, потому что это очень сложно, это надо прямо уходить глубоко в драматургию. И для сюжета люди могут пойти в театр обыкновенный. А я бы хотел, чтобы они пришли, ни о чем не думая, получили удовольствие, у меня нет какой-то идеи, нет какой-то связки. Есть просто я, который дарит, собственно, постоянно какие-то удивления. Это фокус, это жонглирование, акробатика, это какие-то мизансе, это какие-то пантомины. То есть это просто вот набор моих репризов. Как прошла премьера? Очень трудно прошла, потому что я неделю лежал в лёжку, болел с температурой, у меня не было возможности хорошо подготовиться, поэтому для меня она физически была очень сложная, но пришли практически все мои друзья, поэтому в зале постоянно дали аплодисменты. Я не могу оценивать, насколько прошло всё успешно, потому что были друзья, и они всегда поддерживали. Следующий выступление у нас будет 24 октября, это понедельник. Я специально делаю в будние дни, по вечерам, потому что вот это соло-шоу, оно рассчитано на аудитории 14+. Если смайл – это семья дети, то тут вот даже может быть 16+. Это не значит, что там присутствует какая-то пошлятина, эротика, ни в коем случае. Просто юмор построен всё-таки больше на взрослой аудитории, поэтому следующий спектакль будет 24 октября, но он будет теперь стабильно два раза в месяц. Периодичный свой два раза в месяц. Да, я просто не знаю, это может быть будет начало месяца, конец, может быть середина, то есть будем вот так и постоянно. Урат, вот ты знаешь, я заметил, что ты один из немногих, если не единственных, кто уже как-то два делает свой продукт. То есть вот ты как бы не пошёл по пути, да, то есть в какой-то, устроиться какую-то трубку, поехать там многостроить, а находишься здесь, создаёшь свои программы, которые сам же их как бы реализуешь и продаёшь. Вообще, ну как давно пришло вот это понимание, что надо делать самому? Ну оно пришло всё-таки от папы, потому что папа-то мой, я же родился в семье цирковых, поэтому папа всю жизнь говорил, Мурат, не надо зависеть ни от кого, у нас всегда был свой реквизит, свой костюм, мы никогда не за счёт государства, то есть мы были в штате цирка, но мы никогда не покупали. И папа всегда говорил, нужно всегда своё, нужно быть мобильным, нужно всегда в любой момент уехать, приехать. И вот это, наверное, оно передалось мне как-то генетически, генетически папа постоянно говорил, поэтому оно всегда было в голове, просто вот в этом году он как-то быстро, то смайл, то сон, ушёл, то новогоднее, поэтому... Так ты всё угоднился, да? Да, это всё-таки, наверное, благодаря моей жене, потому что я женился, и она меня очень сильно поддерживает. То есть до этого в голове было, но не знал как. А жена сказала, давай, делаем, делаем, вперёд, поэтому всё это благодаря Олесике. Ну вот всё равно же, когда ты один, и когда ты находишься в производстве, тебе же всё равно, ну, это тяжелее, чем вот пойти на готовое, грубо говоря, и получать гонорар. Тяжелее, но это интересней. Это морально вызов себе. Тяжелее, челлендж такой себе вызов, поэтому... Ну, а, хорошо, морально-тяжелее ты получаешь? Да. Финансово? Пока нет, к сожалению. Пока финансово, слава богу, по нулям, пока это по нулям. Вот моё личное сон, шоу, оно проходит в театре Растахна, там у нас договоренность такая, 50 на 50. Я не плачу аренду, не рискую. Пришло 20 человек, 10 билетов, их 10 мои. Поэтому вот сейчас, пока окупаются костюмы, там какие-то эквизиты, вот от первого представления оно купилось. Поэтому, ну, вот следующее уже, если люди придут, это уже пойдёт как-то в плюс. Значит, по понедельникам, раз в две недели. Ну, не знаю по понедельникам, но вот это был точно понедельник в октябре. Потому что у них свободный день понедельник. А так это однозначно будний. Будний, не два раза в месяц. Вы следите за анонсами. Да, кстати. Вы следите за страничкой в социальных сетях. И всё узнаете, и приходите обязательно, потому что это вот как раз-таки тот шеф, который можно...